В ремонт поступил смартфон Lenovo P770 с проблемой не работает микрофон. Телефон был предварительно разобран, пересмотренный. В этом телефоне стоит цифровой микрофон. Он находится на нижней платке. Нижняя платка соединяется с основной платой с помощью шлейфа. Я под микроскопом посмотрел. Пайка коннектора и целостность шлейфа в норме. Поэтому, чтобы исключить лишние движения, в первую очередь слегка пропаяем микрофон. При низкой температуре, порядка 250 градусов. Микрофон не очень габаритный, поэтому он припаян на низкотемпературном олове. Поэтому 250 градусов будет достаточно, чтобы его пропаять. Итак, приступим. Немножечко добавил флюса, буквально немножечко. Потому что, если много добавить, он может залить вот это отверстие микрофона. Вот здесь оно находится. Поэтому, немножечко флюса. Закрепляем платку. И пропаиваем. У меня вот такое вот сопло. И слегка пропаиваем, не покачивая ничего. По соседним деталям видно, будет, когда уже поплавился припой. Поэтому, дабы, допустим, не перегреть микрофон, можно даже вот так вот, под небольшим углом. Вот так вот его пропаиваем. Всё. Флюса уже больше нету, я думаю, достаточно. Выключаем павильную станцию, ждём пока остынет. Можем даже помочь ему остыть. Поддуваем немножечко. Видите, немножко перегрел. Уплотительная резиночка немножко поплавилась. Это плохо. Это я не досмотрел. Поэтому мы её вот так вот обрежем. Вот так вот. И чтобы она не затуляла отверстие. Идётся немножко обрезать вот здесь вот. То есть надо было немножко отклеить, и потом уже пропаивать. Это я не досмотрел. Теперь видите, какая проблема. Давайте на время проверки пока её уберём. Итак, подсоединяем плату. Таким образом. Вот так вот. Таким образом. Нажимаем все аккуратненько, подключаем коксиальный кабель антенны. Теперь можно предварительно собрать. Скручивать я не буду. Проверим. Нижнюю часть соберу, для того, чтобы был контакт с антенной. Включаем. Так, сделаю небольшую вставочку. Микрофон в телефоне заработал, но тихо. Поэтому я досмотрел, что вот это отверстие под микрофон забито грязючкой, поэтому мы его сейчас почистим. Я буду чистить обычным спиртиком, размочим грязь и просто продуем отверстие. Еще раз покажу. Вот это отверстие тут и вот здесь. Телефон поработал буквально полчаса нормально, а потом микрофон полностью перестал работать. Поэтому мы просто меняем микрофон. Микрофон подошел от телефона Samsung. Вот такой вот он. Сейчас сфокусируем. Вот с вот такими вот пятачочками. Вот поэтому пока фен греется. Все, 300 градусов есть. Отпаиваем микрофон старый. Видите, он легко отпаялся. Немножечко, очень немножечко намажем флюса. Очень немножко. Ложим новый микрофон. Я его не залуживаю, ничего такого. Вот так вот очень-очень аккуратненько он будет хотеть улететь. Очень аккуратненько, пока он не станет сам на свое место. Вот так вот. Так. Чувствую, он на свое место не очень хочет становиться. Еще чуть-чуть флюсика добавим. Для того, чтобы контакты залудились нормально. Паяем до тех пор, пока при легком покачивании он не будет возвращаться на место. Вот видите, я его отодвигаю, а он на место становится. Вот это, в принципе, он припаялся. Еще немножко флюса. Видите, я его двигаю, он возвращается назад. Сейчас даем остыть и проверяем телефон. Замена микрофона результата не дала, поэтому идем дальше. Снимаем основную плату и будем проверять коннектор шлейфа на наличие или отсутствие дефектов. Обследуем разъем под микроскопом и видим, что пайка на нем абсолютно нормальная. Осматриваем коннектор шлейфа под микроскопом и видим, что пайка тоже нормальная. Чистим микрофон шумоподавления от пыли и грязи. Делаем вывод, что, возможно, нам попался бракованный микрофон. Поэтому ставим подходящий микрофон для Samsung L310. У него контакты, в принципе, такие же. На этот раз залудим контакты микрофона для того, чтобы уменьшить время прогрева при пайке. Перепоиваем микрофон. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прогреваем сразу плату до расплавления припора и потом аккуратненько выжим микрофон. Продолжение следует... Немножко флюса. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Достаточно. Продолжение следует... Неровно как-то припаялся. Мне не нравится. Сейчас еще раз Ждем пока остынет И собираем телефон Замена микрофона Для Samsung L310 Тоже результата не дала Поэтому у меня остался последний Новый микрофон Для Samsung S3650 Вот его мы сейчас И установим Вот он лежит новенький Сейчас мы его будем впаивать В общем микрофон Для S3650 подошел Но я уже его когда впаивал Я использовал Сплав розы То есть температура плавления 90 градусов Паял микрофон я при температуре 190 градусов То есть утверждает что предыдущие Два микрофона Были нерабочими Или бракованными Я теперь не могу Потому что возможно их просто Перегрел и спалил Микрофон впаянный Телефон работает Продемонстрируем это на диктофоне 1, 2, 3 Громкость добавим 1, 2, 3 Все нормально В принципе вот и все Поэтому если будете выполнять Такой ремонт Старайтесь впаивать Новый микрофон Очень-очень аккуратно Потому что они очень-очень Боятся перегрева Все Всем удачных ремонтов Всем пока Всем пока